Приветствую вас и прежде чем говорить о том, что вам делать, вот прежде чем переходить к каким-то конкретным рекомендациям, давайте сперва попробуем с вами проследить всю, ну скажем так, хронологическую цепочку событий, которые привели к тому, что вы сейчас имеете. Значит, шесть месяцев назад пишите вы, вы вышли замуж. Хорошо, шесть месяцев назад вы вышли замуж. Если не сложно, если вам не сложно, не могли бы вы пояснить дополнительные условия, скажем даже не условия, лучшие условия, не совсем правильная формулировка, я бы сказал, обстоятельства. Вот не могли бы вы пояснить нам обстоятельства своего, ну скажем так, удамущества? То есть как так получилось, что вы вышли замуж за человека, ну который вроде как вас вообще говоря, после этого начал с вами ругаться каждый день. То есть как так получилось? Вот условия вашего выхода замуж, поясните пожалуйста. Это очень-очень важно. Это первое. Второе. Наше... Второе, это то, что вы пишете о том, значит, что с вашим супругом вам становится каждый день труднее и труднее, потому что он, значит, ну, собственно, не идет вам навстречу, да, постоянно ругается с вами, постоянно, как я понял, постоянно конфликты у вас с ним, и, собственно, это очень мешает, это очень мешает вам, ну, видимо, находить общий язык с этим человеком, что, в принципе, вполне нормально и психологично, в данном случае. То есть это реакция естественная. Вот. Значит, вот эти два момента, первое нужно пояснить. То есть вы что, человека не знали, когда вы ходили за него с замуж? Или, может быть, знали, но недостаточно хорошо, и он открылся вам с некой такой новой стороны, когда вы стали жить вместе. Такое, кстати, бывает. Действительно бывает, когда люди начинают жить вместе, выясняется, что они не очень-то способны это делать. То есть первое, о чем нужно вас спросить, это вот, собственно, о предпосылках вашего выхода замуж. Об условиях. Об условиях этих событий. Потому что, ну, замуж – это серьезное решение, и вы принимали это решение, я надеюсь и верю, что взвешено. И, соответственно, ситуация заключается в том, что в чем-то ваша взвешенность противоречит тому, что вы получили потом. То есть, раз вы выходили замуж, значит, были плюсы у этого мужчины, а после минусы стали перевешивать. И хотелось бы понять, чем обусловлено вот это изменение соотношения плюсы с минусом. Является ли оно вследствие изменения поведения мужчины, и тогда, если это действительно вследствие его поведения, то выбора у вас действительно немного. Человека изменить у вас не получится, и перевоспитать, переделать его, особенно если он этого не хочет, точно не выйдет. И, соответственно, здесь я бы сказал, выход не уходить, а выход отдалиться. Именно отдаление – это тот процесс, который является правильным в данном случае. Отдаление – это отстранение. Вы пишите дальше, что вы даете ему уходить, что вы не работаете, что вы делаете все, чтобы его обрадовать. Зачем? Для чего вы это делаете? Что вами движет, например? Если у вас нет детей, то есть вы не обязаны выполнять свою роль как мать, то почему вы не работаете? Почему вы не ведете свою социальную жизнь, социальную активность? С чем это связано? На самом-то деле, и по факту, получается так, что вы мужа своего держите центром своей жизни, а он при этом этим явно пользуется и старается вас подавлять, при этом обесценивает вас. Если изменение соотношения плюс-минус в проживании с ним обусловлено именно в отношении его поведениях. А если нет, если это в вашем восприятии, то вы говорите, что с мужем каждый день становится труднее. Но это же не только муж, это же еще и вы. Вы тоже со своей стороны участвуете в конфликте, ругаемся каждый день. Значит, вы отвечаете ему, значит, вы участвуете в ссорах. Закаживаю вопрос, зачем? Особенно, если без причин. Если видимых причин нет, значит, есть другие причины, которых вы с ней видите. Ведь если бы причин не было, то и ссор бы не было. Значит, есть какая-то неудовлетворенность, ваша или его, или вас обоих. Но это неудовлетворенность есть, и ее нужно понять. Может быть, все дело в том, что вы целый день дома. Вот вы ругаетесь с ним, ругаетесь постоянно, каждый день, ругаетесь без причин, и плюс целый день дома. Но, может быть, если вы не будете целый день дома, и ссор будет меньше. Может быть, если вы не будете дома, и будете общаться с другими людьми, например, вести более социальную, более активную свою социальную жизнь, то мужчина увидит, что вы не делаете его центром вселенной, и начинает бояться вас потерять. Вы об этом подумаете, на самом деле. Вот если это не поможет, тогда да, тогда надо уйти, потому что по-другому действительно ситуацию не решить. Но не торопитесь обрубать все контакты. Покажите для начала мужчине свою независимость. Покажите для начала мужчине то, что вы готовы защищать свои интересы, если он ругается с вами и не защищает их сам. И вот тогда, если уже не получится, вы можете действительно уходить. Ну и отдельным пунктом мне бы хотелось все-таки пометить, что вы стараетесь его обратно. То есть, вы стараетесь ему угодить. И как бы на этот вопрос нужно ответить. Зачем вы стараетесь ему угодить? В какой такой стати вы делаете для него все, чтобы ему было хорошо, чтобы он был рад, а он при этом может не делать ничего. Вот с какой такой стати? И почему вы действуете себе во вред? Это уже не очень понятно. То есть, я не говорю сразу, что это неправильно. У вас есть мотив так поступать. То есть, есть конфликт, конфликт беспочвенный, конфликт связан с тем, что вы рано поженились, он говорит, что зря женился, поторопился, а зачем бы торопился, что обусловило его спешку. Тоже не очень понятно. Но и вам вести себя в одну сторону явно не стоит. Потому что, ну, это вам во вред. С тех пор, пока вы будете действовать себе во вред, ситуация, вообще-то говоря, не изменится. Она будет такой же, такой же, как она сейчас остается. Ну, она может измениться внешне. То есть, вы можете выйти от мужчины, это может быть другой мужчина, но если вы будете действовать себе во вред, то ситуация, на самом деле, такой же и будет. То есть, вы всегда будете делать что-то для мужчины, неважно, для этого мужчины, для другого мужчины, это не столь важно здесь. А, собственно, он будет вас обесценивать. Потому что не чувствует себя с вами мужчины. Ведь женщина, это, в первую очередь, человек, любящий себя, уважающий себя и не дающий себя в обиду. А если вы ругаетесь каждый день и еще пытаетесь делать все, чтобы его обрадовать, ну, откуда здесь любовь к себе и откуда здесь больше уважения к себе? Соответственно, соответственно, откуда уважение к себе со стороны вашего молодого человека? Вот согласитесь, что все это достаточно взаимосвязано и все это нужно выяснить. Тогда можно будет дать вам более конкретные рекомендации. Ну, а пока рекомендации, в принципе, уже прозвучат. То есть вы пробуете проанализировать все обстоятельства, потому что они неискны пока что. Далее вы пытаетесь от мужчины отстраниться. То есть меньше времени уделять ему, больше времени уделять себе. Организовать свою собственную деятельность, пойти на работу. Кстати, почему вы не работаете, это тоже интересный вопрос, если у вас нет детей. Грубо говоря, разбавите свой быт. И подразьте мужчине, что вообще-то говорят другие люди во сцене. Ну, и посмотрите, как он к этому отнесется, а дальше будет видно на самом деле. Уйти вы всегда успеете, разрушить семью это не сложно. Разрушить семью это не строить семью, знаете. Уйти можно хоть сейчас. А вот попробовать сохранить семью, это не так, к сожалению, легко. И вот это нужно с приватом попытаться сделать. Уже потом, все потом думать, что делать дальше. Так что не торопитесь с решением, я вам рекомендую его сделать так. И я рекомендую вам, наверное, более конкретно, более плотно поработать с экспертом. Уже в приватном режиме, а не в режиме общего вопроса. Чтобы понять, все нюансы у вас что-то, потому что пока они непонятны. Непонятно. На этом все. Надеюсь, это помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в ссылочку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!